Хей, ватсап, ребят! И как вы видите, сегодня я снимаю видео без пацанов. Мне стало жутко интересно, что же обо мне думает мое окружение. Ну и, конечно же, пацаны. Вы скажете, все же просто, задай вопрос на детекторе лжи или 7 секретов с ними. Но я решил не дожидаться следующих частей и узнать все прямо сейчас, самостоятельно. И, конечно же, скрытно. Ведь так я смогу найти ответы даже на те вопросы, о которых вообще не мог подумать. Я очень волнуюсь за это видео. Да и слежка с прослушкой вот этой всей достаточно волнительной мероприятия. К которому я, кстати, очень долго готовился. Вам, наверное, уже не терпится узнать, что же я такое подготовил. Тогда давайте начинать. Вообще, на самом деле, это сложная работа. Следить за людьми, подслушивать их, да так, чтобы тебя вообще не заметили. Как по мне, это настоящая работа для профессионалов. Ну и чтобы не облажаться, я потренируюсь на своих знакомых. На Барбере, например, своем или там на сестре. Ну, короче, будет весело. А потом я приступлю к моим друзьям. Но знаете, что самое сложное в этом ролике? То, что мне придется выводить людей на негативные эмоции. Как-то пытаться их там подоскорбить чуть-чуть. Как-то вывести из себя, разозлить, чтобы они мне сказали все в лицо. Потому что, вы знаете, если с ними просто общаться, они будут говорить, типа, так, ну, обходными путями, чтобы тебя не обидеть. А когда ты им скажешь все в лицо, они тебе тоже все выскажут в лицо. Но я буду максимально аккуратно это делать, чтобы как-то не задеть их чувства. Ух, блин, страшно. Надеюсь, ситуация не выйдет из-под контроля. Итак, я решил начать с барбершопа, в который я постоянно хожу. Посмотрим, что же будет говорить про меня мой барбер. Обычно он со мной очень вежливый, но мы же не знаем, что он говорит, когда меня нет. И я решил то, что я буду использовать настоящий шпионский жучок. План такой, я к нему прихожу, начинаю спрашивать, какой мне подходит цвет волос, и по мне мой уже надоел. Хочу перекрасить. Потом он, конечно же, как всегда пойдет за свои палитры, там, где куча всяких цветов. В этот момент я приклею жучок под стул, с помощью которого я и буду слышать, что он обо мне будет говорить. Ну что, погнали. Привет. Доброе утро. Как дела? Здравствуйте, дорогой. В общем, я хочу сменить цвет, получается, волос, и не могу решить на какой. Может, тебе совет под меня? Ну, ярко-синий, голубой, мне кажется, тускло будет. Я бы, ну, такой ярко-синий по совету. Ярко-синий, да? Да, да, да. А есть какая-нибудь палитра, чтобы посмотреть, как смотреться будет? Всеку, братан, сейчас я посмотрю. Так, ребята, самое время установить жучок. Пока он натошел, главное, чтобы ничего не слышал. Всяк. Блин, интересно, что он будет у меня вообще. Блин, упал. Как его тут поставить? Это вообще неудобно. Ладно, положу его, наверное, вот сюда, прямо под стол. Все, вроде бы все установил. Короче, есть. А, немного есть, да? Да, да. А ее хватит на мои волосы? Да, хватит. Ну, мы же все, пойдем. Ага. Динамин сильно большая. Угу. Ну, знаешь что? Блин, я не знаю даже сегодня, красить или нет. Давай я сделаю опрос у своих ребят в комментариях. И если они скажут, что надо красить, мы покрасим. Окей? Да, окей, общий лист. Ну все, супер. Спасибо тогда. Ай, до встречи. Давай, мужик. Блин, ребята, я думал меня сейчас спалят, потому что когда я вешал жучок, он уже подходил сзади. Если бы он меня заметил, я бы вообще не знал, как ему это объяснить. Ну, в принципе, он меня не спалил, поэтому погнали слушать то, что он про меня будет говорить. Фух, ладно, давайте слушать, что он там говорит. Так. У меня плохой сигнал, а. Твою дверь может поможет. Как же он бесит. Вечно недовольный. Что-то пришел, бухтит. Башка грязная. Вообще, блин, ну как так можно? Что? Что несет? Не точно Леха, Леха красавчик. Пришли, пообщались. Вообще, одно удовольствие работать. Чай оставляет, поболтает. Вообще, жизни поговорим. Красавчик. Ага, я думал, это он про меня. Походу, там какой-то еще чувак приходил до меня, и он его разозлил. Я уже думал, он мне сказал то, что я голову не помыл. Хотя я мою каждый день как бы. Но про цвет респект, спасибо. Мне тоже нравится. Ух, ну на самом деле, вроде бы сейчас все хорошо. Меня никто там не оскорбил. Я не думал то, что заниматься прослушкой, это так сложно и вообще нервозно. А все это я делаю для вас. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайком. Потому что к съемке этого ролика я готовился несколько недель. А поставить лайк всего лишь несколько секунд. Поэтому порадуйте меня. А то кто его знает, что меня ждет дальше? Потому что это всего лишь знакомый. А вот пацаны мои, немного там позлиться. Но мы все проверим и узнаем. Так, ладно, пойду заберу свой жучок и поеду проверять уже пацанов. Я уже прокачался в прослушке и пришло время проверить моих друзей. И начну я с Димы. Через 20 минут мы договорились с ним встретиться на площадке, где позанимаемся спортом. Там турнички и брусья, но вы понимаете. И я положу в рюкзак диктофон, чтобы все подслушать. В общем, я разыграю небольшую сценку, о которой вам не расскажу. И оставлю рядом с ним портфель. А потом на диктофоне смогу прослушать его реакцию. Ну ладно, не буду тянуть, погнали. Так, Димас уже на месте. И что-то он как-то рано пришел. И мне кажется, или он не один. Ну ладно, это нам и на руку. Давайте включим наш диктофончик. Мне специально для этого заряженный телефон полностью. Так, включаем диктофончик. Кладем в рюкзак, не застегиваем, чтобы лучше записывало. Ну что, погнали разоблачать его. Привет, пацаны. Леха, что-то ты долго, мы уже подренить почти успели. Да успокойся, я там задержался немного. Димас, кстати, я заметил, в последнее время ты какой-то вялый стал. В смысле вялый? Ну ты раньше мог больше потянуться, а сейчас еле-еле там брусья по два раза максимум делаешь. Потягиваешься один раз. Да работай много, наверное, устал и все. Что ты докопался? Да ты постоянно уставший, ты себя вообще видел. Да что ты наезжаешь на меня? Давай я сам попробую потянуться столько. Да я буду на брусьях столько сделать. Пацаны, вы что ссоритесь, успокойтесь. Да мы не ссоримся, просто Димас вообще ленивый стал, обленился, капец. Раньше по пять раз на день ходили на турнике, а сейчас еле-еле один раз в неделю выходят. Сам ты ленивый, я тебя несколько раз будил, звонил, чтобы ты на съемку не пропустил. Ладно, Димас, мне все ясно. Ты, как всегда, переводишь стрелки, стрелочник. Ладно, я погнал за водой, позже вернусь. Давай, иди. Давай. Ну что, мне кажется, мне удалось его взбесить. Сейчас посмотрим, что он скажет. Посижу здесь минут 10, а потом мы вернемся за портфелем. А еще, ребята, я тут узнал то, что у нас на канале 54% парней. И только 46% девчонок. Мне кажется, это очень несправедливо. И девчонки должны срочно исправить эту ситуацию и подписаться на канал. И вы, пацаны, тоже не отставайте. И мы проверим, кто у нас самый активный, девочки или мальчики. А знаете, мы можем еще батл в комментариях устроить. Если ты девочка, пиши в комментариях. Я девочка, меня зовут Такта. А если пацан, то то же самое. Как раз с вами и познакомимся. И узнаем, кого у нас тоже больше активных. Ну ладно, посижу здесь еще 5 минут и пойду обратно. Ну и что ты ничего не купил? Да, я передумал. Ладно, Димас, я тут подумал. Не хочу я сегодня тренироваться. Поеду я домой. Как-то мне сегодня с настроением не задалось. Извини, что подвел тебя. Ну ладно. И наехал. Бывает. Ну в следующий раз на машине наеду на тебя. Все, давай. Ну это не смешно. Да, шутки всегда должны быть. Все, давай, пока. Давай, пока. Ну что ж, интригующий момент. Я очень давно с Димой дружу. И мне кажется, после моей провокации он точно про меня что-то плохое скажет. Давайте послушаем. Я давно его таким не видел. Что с ним такого? Что с ним? Да он оборзел просто. Подтягиваюсь я мало. Ого, сколько я подтягиваюсь. Ну да, палку он перегнул. Да в смысле перегнул? Он просто так наехал. Вместо того, чтобы говорить мне, что я ленивый, лучше бы за собой следил. Я его несколько раз на съемку убудил, когда он будильник не слышал. Никакой благодарности. Слушай, может он зазвиздился? Да нет. Это просто, наверное, от усталости. Мы все много работаем. А Леша вообще на износ. Вот иногда и срываемся. Но быстро миримся. Мы же друзья. Это да. Я рад, что даже провокация не заставила Диму сомниться, что мы друзья. Так, ребята, настала очередь Стаса. Как вы все знаете, он у нас максимально скрытный человек. И вытянуть из него информацию практически невозможно. А еще до меня дошли слухи, что однажды он общался с пацанами. И он говорил про меня какие-то гадости. И что ему во мне что-то не нравится. Но так как я уже был готов сегодня злить людей. И я по-любому найду какой-нибудь, знаете, такой способ, как все узнать. Так надо бы сейчас подумать и сделать это. Ну что ж, у меня появилась идея, как все узнать. Я просто взбешу Стаса и с помощью вот этой вот штуки, сейчас покажу вам, вот этой вот прослушивалки через стены, услышу и узнаю все, что он обо мне думает. Потому что когда он будет на эмоциях, он расскажет все как есть. А не будет как-то обходить все это. И мы с вами узнаем, что он обо мне в целом думает. Итак, план действий простой. Я только что оформил доставку в наш офис на имя Стаса. Ну, с мебельного магазина, чтобы было потяжелее. И сейчас она должна прийти к нему, и ему придется, прикиньте, с первого этажа на третий нести все эти коробки одному. Думаю, после такой тренировочки он точно взбесится на меня и что-нибудь выговорится кому-нибудь. А еще я специально отключил свой телефон, чтобы он до меня не дозвонился, потому что он по-любасу будет мне звонить. И после этого он начнет жаловаться то Диме, то Данику, то кому-нибудь еще. И это все я подслушаю, что он обо мне вообще думает. Итак, вон там уже сидит Стас, скоро приедет доставка. Но на самом деле я могу даже вот так пройтись, потому что у него плохое зрение, он меня все равно не заметит. Но рисковать мы не будем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что? Мы ничего не заказывали. Да, это я. Он, наверное, вообще не понимает, что за дичь происходит. Что происходит? Сейчас ему он точно удивится. Сейчас придет такое там тонна коробок всяких. Погнали посмотрим на это, потому что мне кажется, это будет очень смешно. Так, блин, плохо слышно. Сейчас повысим децибелы. Что это такое? Мне все равно. Я уже вас здесь 15 минут. Жду. О, кажется, у чувака, который доставку привез. Бомбит, бомбит. Мне вот, пожалуйста, подпись. Вашего ставьте, я... Подождите, какую подпись? Я вообще ничего не понимаю. Что это такое? Что-то он там недовольный какой-то. Типа, ничего не заказывали. Я-то заказывал все. Просто он грузчик. В Лаврухин. Ну да. Вот, пожалуйста, распишитесь. Вот здесь вот. Ничего не понимаю, конечно. Где распустил? Вот тут и вот тут. Все, спасибо, до свидания. Что мне с этим делать теперь? Так, ну все, он все подписал. Теперь это его коробки, получается. Что это вообще такое? Так, он кому-то там позвонить пытается? Алексей. Алексей так еще важно сказал. Блин, недоступен. Не дозвонился, как так? Так, вроде бы кому-то другому начинают. Сейчас наберем Даниила тогда. О, алло, Дань, привет. Слушай, ты не знаешь... А, не можешь говорить, ладно. Ладно, перезвони только сразу. Все, давай. Даня у нас занят, походу. А чем Даник может быть занят? Кажется, ни до кого не дозвонился. Знать бы еще, что это такое. Жесть, там что, кирпичи? Опа. Они настолько реально тяжелые. Жесть, Стас точно взорвется через несколько коробок. Ладно, погнали. Зато подкачается. Все, ладно, погнали прятаться. Так, ребята, это уже третья коробка. Я уверен, он будет просто сейчас в ярости. А еще для большего эффекта я скинул фотку в Instagram в Stories. Типа я в киношке сижу. Ну, я там на выходных был, сфоткался, но никуда не выкладывал. А сейчас я ее запостил специально, чтобы Стаса позлить. Думаю, когда он зайдет в Instagram, у него просто взорвется. Будем ждать его реакции. Так, мне кажется, самая большая коробка будет самая смешная. И еще одна последняя. Давайте посмотрим это сблизи. Ну, привет. Да ты прикинь, Леха оформил доставку какой-то мебели и меня даже не предупредил об этом. В смысле? Я ему говорил месяц назад, что я хочу себе новый стол, чтобы поставить комп и монтировать ролики. А что, про это не знал? Я вообще об этом ничего не знаю. А тут коробки пипец тяжелые. Ну, да, он не поднимает трубку. Может, что-то произошло? Он в кино? Ты серьезно? Да это было на выходных. Ну, смотрел я там фильм. Я просто его хотел позлить. Но это сработало. Главное, что это сработало. Да он только о себе думает. Я, может быть, тоже хочу дома кино посмотреть. И это уже не первый раз такое. Что он придумывает? Это первый раз. Я первый раз ему пранканул с коробками. Ну, были пранки там еще разные. Но с коробками это первый раз. Все, мне надоело это. Я ухожу. В смысле? В смысле уходит? Да, да, ухожу. Куда он собрался? Я уже, в принципе, доделал работу и могу пойти домой. Я тоже из команды хочет уйти, а он домой после работы. Ой, ладно, все, давай. Увидимся. Пока. Ух, я очень испугался то, что Стас уже уходит типа из команды. Я реально в это поверил. А он просто домой уходит. Пойду ему помогу, а то как-то я с проверками этими перегнул. А еще, ребята, за то, что Стас так много работает, вы просто обязаны поставить ваш лайк, потому что труд его надо оценивать. Пойдемте поможем. Привет. О, привет. Что это такое, Лех? Это... Расскажи мне, что за доставка какая-то, о которой я не знаю, коробки какие-то, которые я должен таскать. Там шкаф. Ну, я понял уже, что там не пух. Стас, ну извини, что оставил на тебя эту доставку. Давай тебе помогу. Ладно, давай, самое тяжелое осталось. Что это у тебя, кстати? Нормально. А, это наушники, музыку слушаю. Ну, вообще, я просто снимал новые видосы, и это небольшой пранк. Проверка, как типа на меня отреагируют друзья, если я им коробки подарю. Я еще хотел там Даню проверить. Поможешь? Ну, для видоса, конечно, помогу. Но я тебе честно скажу, я разозлился на самом деле. Ну, я ведь слышал. Я, кстати, слышал то, что ты нам в баскет хочешь поиграть. Гол на этих выходных. Ну, погнали, кстати. Покидаем мячи. Только, мне кажется, после этой коробки у нас не будет сил бросать даже мяч. Да не, нормально. Ой, так и что за ролик ты снимаешь? Ну, я там всех пранкую, в общем, вторая часть пранков. А, прикольно. Там не только тебя пранковал. Так что, поможешь с Даником? Ну, вообще, лег я против таких вещей, но ради видоса давай. Ну, окей, потому что у меня такая гениальная идея пришла. Я уверен, его просто вынесет. Всем привет. Короче, просто подыгрывай. Кстати, я тут подумал, так, может, Даник из команды давай выгоним? Ну, реально, он надоел. Он постоянно какой-то фигнёй страдает. Толкается, съедает, всё. Не может сказать нормально словами ничего. Да, реально. Понятно. Сработало. Ну, да, сработало. Ну, блин, Лёх, ты, походу, его очень сильно обидел. Это вот то, о чём я и говорил. Он сейчас на тебя расстроится сильно. Да пора страивиться, потом я скажу ему то, что это был прикол, и всё нормально будет. Я специально это сделал, чтобы проверить, как он на это отреагирует. В этом, это и суть видосов, это не пранки были, это проверка, как вы реагируете на всё. Понятно, Лёх, но мне это всё равно не нравится. Почему? Это же прикольно проверять, как реагируют твои друзья. Зато мы узнать много чего нового можем. Ладно, походу я опять перегибаюсь с этим, но если не перегибать, то никакой информации нормально не получишь. Итак, ребята, прямо сейчас я нахожусь в компьютерном клубе. И моя самая главная задача, это понять, что же от меня скрывает Даник. И в этом мне поможет Дима, он как раз сейчас поднимается. Ты бы ещё час шёл, почему так долго? Лёха, что ты забыл в этом месте? Компьютерный клуб? Ты серьёзно? Ты ещё видос снимаешь? Ну да. Так, угадай, кто последний перестанет играть? Ну почти. Короче, я снимаю видос, где проверяю, насколько друзья, хорошо меня знают. Так, а ты эту проверку нам не делал уже? Наверное, а может быть и не делал, потом узнаешь. А что ты от меня хотел тогда? В общем, сейчас расскажу. Итак, ты сейчас встретишься с Даником, и твоя самая главная задача будет выяснить, что он обо мне вообще думает. И что я буду делать? Да ничего сложного, ты вообще будешь с ним играть в компьютерные игры, в принципе, что делать в компьютерном клубе. А я тебе дам сейчас микронаушник, который ты себе закинешь в ухо, и я буду тебе задавать разные вопросы, которые ты должен будешь задать Данику. А как мне его потом достать? О, Димас, ну это уже никак. Ну может когда-нибудь он выпадет в старости, там знаешь, когда волосы будут расти из ушей. Не, Лёха, тогда я не согласен. Да я пошутил, ты что поверил? Лёха, какие вопросы будут? Типа сколько у тебя подписчиков на канале? Там будет попроще, в общем, всё узнаешь. Лёха, ну ты же потом не будешь наезжать на Даню, если он не ответит? Да нет, на самом деле мне просто интересно, что Даник про меня думает. Может у него какие-то проблемы есть, или обиды на меня, он же всегда всё скрывает. Ты к нему подходишь с вопросом, он такой, да всё нормально, всё нормально, всё нормально. Лёха, а ты вообще не хочешь узнать, на что я бежать? Да я знаю, на что ты бежаешь, ты же про эту майку всё, да? Да, про эту майку, ты её не возвращаешь. Всё, на самом деле, Дима, не придуривайся, иди, майку я тебе потом верну. Наушник, стой, забыли надеть. Так, всё, засуну его в ухо. Всё, нормально? Иди. Ну а я буду наблюдать из этой комнаты. На самом деле, этот компьютерный клуб принадлежит нашим друзьям. Мы тут частенько зависаем, играем в там Fortnite, всё такое, потому что вместе веселее. Поэтому у нас есть доступ к камерам, и мы сейчас всё узнаем про него. Даня, как сам? Да, нормально. Сейчас я от Стаса ехал, он рассказал, что он к родителям уезжает, а кто меня убил? Ага, а как к каникулу? Да, нормально, но съёмок очень много, ты сам знаешь. Ну, ничего страшного, сейчас вот отдохнём, поиграем. Надеюсь. Спроси, что у Даника с настроением. Даня, а что такое потушить? Что-то случилось? Да как сказать? Ну, говори прямо. Ага, мои сомнения подтвердились, я так и знал то, что Даник на меня обижается. Походу, я ухожу с канала. В смысле, ты уходишь с канала? Да вот так Лёша меня выгоняет. В смысле, этого не может быть. Даня, вообще, откуда ты это узнал? С чего ты решил? Я, конечно, тебе не хотел говорить, но я случайно услышал, как Лёша сказал Стасу то, что он хочет выгнать меня с канала. В смысле? Реально так и сказал? Да. Да я не хочу больше ничего делать, на самом деле, даже в КС-ку играть. Он что, плачет? Так, ладно, погнали-ка к нему. Даня, да это было всё пранк, ты чё поверил? Шутки, приколы. Да ты надоел, Лёха, с такими пранками. Да не расстраивайся, всё нормально же. Да ты в курсе то, что из-за этого на тебя уже все обижены? Да у нас канал такой, ну, типа, шутим, там, прикалываемся, всё такое. А ты воспринимаешься всерьёз. Да и со Стасом мы поговорили, и он тоже уже всё понимает. А Эля? А она тут при чём? Мы с ней недавно встретились, и она очень зла была на тебя. Сказала то, что она хочет с тобой серьёзно поговорить. Но я не интересовался, о чём был должен быть разговор. Ого, страшно представить, а то не знаешь, девушки, когда разогрённые, могут и зуб выбить. Прикинь, она с тобой расстанется, это вообще жесть будет. Да успокойся, Даня, какой расстанется? Мы с ней уже столько лет вместе. Но кто их знает, пацаны, это же девчонки. Нужно срочно с этим разобраться, я пошёл. Куда? Разбираться с проблемами. Ну, давай, давай, удачи. Ситуация с Элей меня очень пугает. И я понимаю, как настоящий парень то, что должен сам подойти и всё узнать. Ну, тогда получается то, что я не вижу никакой проблемы. И Эля может ещё сильнее обидеться. Ну, я тут так поразмышлял, пораскинул мозгами, и придумал то, что всё можно узнать через её подругу. Поэтому давайте прямо сейчас ей и позвоним, и попросим это сделать, чтобы она всё нам рассказала. Как раз они сегодня и встречаются с ней, мне Эля это всё рассказывала. Поэтому мне и пришла эта идея. Так, звоним, надеюсь, она поднимет. Алло. Алло, привет. Привет. А, слышишь, ты же сегодня с Элей должна встретиться, да? Да. У меня есть к тебе очень важная просьба. У нас с Элей в последнее время какие-то неполадки в отношениях, и ты можешь мне помочь и поговорить с ней? Ну, да, хорошо. Можешь у неё там спросить, что её вообще не устраивает и всё такое? Ну, хорошо, я с ней поговорю. Окей, спасибо. А вы где-то в час будете около ресторана, да? Ну да. А, ну всё, она мне про это говорила, я хотел просто проверить. Наберу тебе, всё, спасибо большое. Так, всё, Эля меня не обманула, это уже радует. Ну, знаете, я тут подумал, то, что она может не всё рассказать, что-то утаить, что-то вообще не спрашивать. И поэтому мы прямо сейчас вместе с вами туда и поедем, и тоже подслушаем, о чём они будут говорить. Так, а вот она, пойдёмте. Блин, главное, чтобы она меня сейчас не спалила, потому что я ей не говорил то, что я за ними тоже буду следить. Я просто же попросил её, чтобы она поговорила с Элей, а потом рассказала лично мне всё. Ну, если Эля меня тоже не обманула, то где-то здесь должен быть ресторан, в котором они должны встретиться сегодня. Блин, что-то я слишком уверенно иду по этой открытой местности, надо спрятаться. Так, ребята, переходя дорогу, всегда смотрите направо и налево. В моём случае направо есть машина, налево нет. Но мы перебежим, потому что она уже заходит за угол. Кстати, ссылка на мерч в описании. Он очень крутой и лёгкий. Я её, кажется, потерял. А, нет, вон, они не встретились. Так. Ну, получается, Эля меня не обманула. Так, ладно, подожду примерно минут пять на улице, пока они там выберут столик, сядут, закажут себе поесть, а потом зайду туда уже. Так, всё, вроде бы они уже о чём-то говорят там. Чтобы всё это подсушить и не спалиться, я буду использовать специальное устройство. Так, ладно, включаем специальная кнопочка. Так, всё, подслушиваем. Как у вас дела с Лёшей? Он как обычно на съёмках? Да лучше не спрашивай. Он живёт на этих съёмках. Ну ты же с блогером встречаешься. Да, я знаю, но я иногда так сильно скучаю по тем временам, когда он не был в логике. Он сделал своё свободное время со мной. Ну да, есть у меня такая проблема. Я же люблю видосы эти все снимать. Самое любимое занятие Лёши, это снимать видосы. Ну а ещё мы и фильмы, и аниме любим смотреть. Не только ролики, так что не надо тут врать. Он снимает всегда. Будни и выходные, а иногда даже ночью. В общем, мы почти не видимся. Да, в этом году много крутых роликов вышло. Блин, помехи какие-то. А недавно я приготовила ему ужин, на который он не успел, так как снимался в каком-то там заброшенном городе. Блин, ребят, я даже не думал, что Эля так сильно обижается. Нужно срочно будет исправляться. Только как? Может, её видосы позвать? Блин, будет прикольно. А вы как думаете, может, Элю видосы позвать? Напишите об этом в комментариях. Но это всё цветочки. На прошлых выходных мы с ним ходили в кино, где он уснул. И ладно, я понимаю, устал, хочет спать. Но на середине фильма он резко закричал «Хэй, ватсап!». Мне так стыдно было. Все обернулись, просто все. Ну, я просто так всегда приветствия делаю. Моё любимое, я так всегда со всеми здороваюсь. Ладно, шучу. Наверное, приснилось какое-то крутое видео. Ну, по-любому. Кстати, хотите его увидеть? Тогда подписывайтесь на канал, потому что оно получится очень крутое, наверное. Только надо его до конца вспомнить. Но там, что это было связано с тем, что мы стали родителями вроде бы. Ну, что-то такое. Там фильм был про это. Но вы знаете, девочки всегда всякие мелодрамы, там романтические комедии смотрят. А это неинтересно, что я вот и уснул. Да уж. Ладно, расскажи, как сходила в спа. Всё было круто, было весело. Так, какая-то тема про спа пошла. Может, подслушать? Хотя ладно, не буду. Там всякие противные могут штуки обсуждать. А ещё, как оказывается, я не такой уж и идеальный парень. Я думал, я всё для неё делаю. Я там еду покупаю, мало дома нахожусь. Больше и времени свободного. Она злится постоянно. Теперь нужно подумать, как бы порадовать Элю и уделять ей ещё больше внимания. Ну, я думаю, её в ролике надо просто позвать. Будет сниматься с нами и всё. И будет всё время со мной. А ещё я со своими друзьями всегда был какой-то невнимательный. Самое время всё исправлять. О, Димас, короче, где тебе ещё? А ты тут засел. В общем, вот, на тебе майку твою, как ты и просил. И ещё для тебя крутой подгонщик есть. Помнишь, ты мне говорил, что захотел там покататься на тачке моей с девушкой? Ну да, да, да. На пикничок съездить? На, держи. На выходные. Серьёзно? Да, на выходные она твоя. Блин, Лёха, спасибо большое. Всё, давай. Я пошёл. Мне ещё тут много извиняться надо. Стас, у меня есть для тебя реально классная новость. Я тут заметил то, что ты реально очень часто достаёшься в офисе и задерживаешься. И решил тебе сделать такой подгонщик крутой. Ты уже заметил, да? Билеты на матч-баскет? Крутяк. Да, они кучу бабок стоят. Я их распечатал. Теперь ты можешь кем-то пойти двоём. Блин, круто. Спасибо большое, братан. Всё, если что, развеешься там, поиграешь, посмотришь. Крутяк, реально. Ты меня звал, Лёха? Да, садись, садись. Я посмотрел, короче, все твои ролики и понял одно, там не хватает динамики. Больше динамики будет, больше просмотров. Думаешь? Ну, конечно, Даня, особенно вот этот ролик, он мой самый любимый. Если будет всё как там, то всё, пушечка будет. Вот, смотри, особенно здесь, видишь? Да, 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 ржачный момент, кстати. Ну вот, ребята, очередной видос подошёл к концу. Этот ролик получился очень сложный и эмоциональный. Поэтому я очень рассчитываю на ваши лайки, на ваши подписки и на ваши комментарии, в которых вы напишите, как вам вообще такой формат. Потому что, как по мне, он очень интересный. Где мы узнаем много чего нового друг о друге. Ну а с вами мы уже видимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.